Здесь, конечно, было уже много событий. Решил включить эфир, потому что начались первые задержания на перекрестке Марса, где мединститут. Позор! 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 Это Красноярск. Я такого никогда не видел здесь. Позор! 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 Позор Потому что вас не будут хватать, что я? Понесли, капец Вообще, конечно, отвратительно на душе, вроде и заступаться надо, и понимаешь, что завинтят вообще, капец Герой! Блять А вы понимаете, что люди в своем городе, понимаете? Вы понимаете, что люди в своем городе идут по улице, понимаете? Товарищ старший лейтенант-капитан, а вы понимаете, что люди идут в своем городе? Молодой человек, а вы понимаете, что люди в своем городе идут, да? Понимаете это? А вы чего боитесь, дядя? Отойди. От чего отойти-то? Я по своей улице иду. Что я нарушаю? Что я нарушаю? Что я нарушаю? Скажите мне. Скажите мне, что я нарушаю, дядя. Почему? Почему? Объясните, почему я должен отойти в своем городе на своей улице? Объясните, пожалуйста. А я не добиваюсь. Я просто хочу, чтобы он понял, что мы просто идем по своему городу и ничего не нарушаем, ничего не вредим никому. Вы это понимаете? Ну, немножко, может, совесть проснется. Я понимаю, что у вас работа такая, к сожалению. А вот этот дядя... А вы можете сказать, почему людям нельзя идти по своему городу, а? Товарищ, не можете сказать, почему нельзя людям идти по своему городу? Все, встаньте. Все, встаньте. Да вы не волнуйтесь, ничего не будет здесь. Красноярск – мирный город. Красноярск – мирный город. Ну, прикольно. Я доспрашивался дядю. Дядя сказал, вот этого забирайте. Ну, прикольно. Хорошо, что это все происходит в прямом эфире. Все видели, что я разговаривал вежливо. Здравствуйте. Вообще, потрясающая история, конечно. Просто вежливо спрашиваешь человека. Интересно, кто это такой? Я его не видел раньше. Ну, автозак, напиши. Друзья, дай мне что делать? Привет, Вадим. Ты живи, я его просто спрашивал. Ты меня толкал, не спрашивай? Ну, ладно. Сейчас нас должны доставить в отделение полиции номер один. Итак, друзья. А? Не, не надо, не надо, Вадим. Руслан, сядь, пожалуйста. Не конфликтуйте с сотрудниками полиции в автозаке. Это прямая трансляция и памятка, как нужно вести себя, если вас задержали на митинге. Отделение полиции могут вести долго. За это время, пожалуйста, позвоните своим адвокатам, своим защитникам, своим родственникам. Предупредите, что вас везут в отделение полиции. Я намеренно, вежливо очень вел, по-доброму разговаривал со всеми. И все равно получилось. Неприятно, конечно. Ну, ладно. А спрашивал активно, да? Здесь вот спрашивают, за что задержали? Ну, за то, что спрашивал просто. Спрашивал. Вы объясните, почему люди не могут идти по своему городу? Дядечка, он у меня в эфире перед этим есть. Больше мы не имеем. Ребят, может, вы кроссовок найдете мой? Я без кроссовка? Вон там был, черный кроссовок. Сейчас вот сидим в пазике. Обычный пазик, вполне комфортный. Человек 15 здесь. Выдти я не могу. Там много народу. Посматриваю, где он обранит кроссовок. Мы надеемся, кроссовок доставят его владельцу. Ну, вот, молодому человеку порвали куртку. Зря вот так. Итак, мы находимся в автозаке. Да, журналисты с отец моего канала задержали. Здравствуйте, Владимир Перекоти с нами находится в автозаке. Нет, нет, нету никаких различий, кого задерживать. Наташ, не позвоните. Да я сам ей позвоню. Но она, блин, переживать будет. Блин, Наташенька, прости, но я, как бы я не рассчитывал, я не собирался. И ничего не делал, собственно говоря. Просто задавал вопросы дяди. Вот, сотрудники полиции перекрыли подход к автозаку. Хорошо, что был прямой эфир, и все, в общем, зафиксировано. Зафиксировано, как я себя вел, что я спрашивал, и как дядя сказал, вот это вы заберете. Ладно, всем пока, мне надо жене написать. Вернее, позвонить. Я ее люблю, и детей надо, мы собирались сегодня вместе побыть.